Спортивный инвентарь, сладкие призы, грамоты и медали. Такие подарки ждали призёры Спартакиады среди несовершеннолетних московского района города Чебоксары. Мероприятие было приурочено году, посвященному трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Хозяева Спартакиады гимназии номер 5 встретила участников приветственным танцем. Перед началом соревнований Елена Романова, исполняющая обязанности глава администрации московского района города Чебоксары, пожелала всем спортсменам удачи. Сегодня праздник салона, праздник салона. Я желаю вам счастливого и, конечно же, пусть победит сильнейший. Участники должны были продемонстрировать свою силу и ловкость в комбинированной эстафете, прыжках в длину с места, силовой гимнастике, игре баскетбольный снайпер и в подтягиваниях. Основная цель Спартакиады – пропаганда физической культуры и спорта, организация активного отдыха, профилактика правонарушения средств физкультуры и спорта. Эта Спартакиада объединяет наших детей и непростых детей на самом деле. И вот такие соревнования, такие мероприятия позволяют нам, мне кажется, укреплять и дружбу, и спортивную дисциплину, и вместе с тем в целом организовывать детей. И если посмотреть по показателям, по таким серьезным вещам, как преступления среди несовершеннолетних, в Московском районе меньше всего, в городе Чебоксары. Я считаю, что роль таких Спартакиад тоже немаловажна. Спартакиады среди несовершеннолетних Московского района города Чебоксары проводятся в 18-й раз. За все эти годы подростки, практикуя активный образ жизни, понимают, насколько важно держать себя в форме и не нарушать закон. Заместитель главы города Чебоксары Николай Владимиров рад, что подобное мероприятие стало примером для других регионов России. Данная Спартакиада, которую проводим мы на территории Московского района города Чебоксары, по мнению Всероссийской ассоциации по улучшению качества жизни и состояния здоровья, была признана уникальной муниципальной практикой. Нам отрадно и приятно слышать, что наши такие практики муниципальные востребованы на всероссийском уровне, и другие регионы России берут пример. По ходу соревнований все команды показали отличную подготовку. Тимофей Ларин из гимназии номер 5 рассказал, каким образом они готовились к соревнованиям. Мы выделили внеурочные часы после школы, и участники нашей команды подготовились, прорабатывали упражнения, которые присутствуют на Спартакиаде. Среди команд шла нешуточная борьба за право стать победителем. Участники соревнований выкладывались по полной. По итогам Спартакиады в северо-западном районе золото завоевали учащиеся средней школы номер 59. Серебро заслужили ученики средней школы номер 48. А бронзу в упорной борьбе отвоевали подростки средней школы номер 2. В юго-западном районе победу одержали ученики средней школы номер 18. Второго места удостоились ученики средней школы номер 7. И третье место заняли подростки кадетской школы имени Архипова Рина Казанцева и Юрий Гурьянов «Жизнь столицы».